Два сюжета – жизнь людей и бюджет, а они взаимосвязаны. Про жизнь людей все, в принципе, понятно. Население России практически во всех регионах опережающими темпами адаптируется к кризису, вдвое более сильнее, снижая потребление. Приехали, сжались, вышли на потребление десятилетней давности. И это еще не вечер, и это надо понимать. Поэтому поведение бюджета в ситуации реального сильного сжатия потребления минус 13% розницы, минус 5,5 дохода, минус 9-10 зарплаты. Второе. Хватит пугать потальным страшным кризисом рынка труда. Он ползучий, он очень медленный. И я считаю, что министерство ведет абсолютно грамотную, точечную политику, отлавливая и купировая. Другое дело, что никто не знает, что будет через год. Но скорее не обвал. Кризис другой. Он про нас с вами, про наш образ жизни и в меньшей степени про нашу работу. Теперь при бюджете. Я могу сказать достаточно такую смешную вещь. Здесь бодались за великие принципы, здесь бились за все хорошее против всего прокола. Госдума всегда этим занимается. А я можно расскажу про кризис и его риски? Потому что нам в нем жить вообще не год, не два. Поэтому давайте поймем картинку. Итак, начали мы с того, что в конце нулевых годов нам пошла рента в огромных количествах. И что сделали? Ее много дали в регионы. И с каждым годом говорили, трать на это, трать на это, трать на это. А регламентация и ужесточение шла постоянно. Губернаторы не дадут соврать. Дальше наступил перелом. Рента была большой, но перестала идти. В это время были указы. Регламентация сохранилась, но уже 70% затрат несли регионы. А теперь у нас новый период. Рента сжалась. И надолго. И единственный способ выжить в предложенных обстоятельствах, это снизить регламентацию. И, пардон, многие будут выкручиваться так, как они могут. Нет денег, дайте свободу. Вопрос, это свобода умная или дурная? Качество управления в регионах какое? В условиях рисков. Но все-таки растущей свободы, но при этом отдельное спасибо всем тем, кто помогает биться с прокуратурой. Она еще не поняла, что только за счет расширения степеней свободы можно как-то вырулить в условиях длительной жизни на вот такую ренту. Смотрим, есть ли у регионов деньги. Татьяна, можно несколько цифр, чтобы как бы картинка была понятна. В реальной жизни немного. Риски большие. Пожалуйста, долг регионов 2,5 триллиона. И как бы ни старались Минфи не сделать, толком ничего не получает 41% долга. До сих пор кредиты комбанков. Долг вырос, да, меньше, чем на 5%. Но не структурно ничего не поменялся путем. 48, а, 5, да. Значит, в 51 регионе долг свыше половины всех собственных, то есть налоговых и неналоговых доходов. Дальше. Нам говорят, у нас профицит, все шикарно. А знаете, что 70% профицита обеспечили Москва и Сахалин. А если берем регионы, дефицит 48. К концу года будет больше. Поэтому денег не хватает. Расходы будут сокращаться. Второй пункт. Ну, все все поняли. На регионы переложены многие непопулярные решения. Вопрос к федералам. Ну, вы хотя бы объясните, какие. Потому что когда одновременно надо и на дороге расходовать вам субсидию добавили, и на поддержку сельского хозяйства на 14% выросло, и что-то решать с социалкой, регионы пребывают в большой растерянности. Какие они принимают решения? Сугубо только цифры средние. Сокращение расходов на нас экономику 34 регионы. На ЖКХ 44. Москва с Питером среди чемпионов. Расходы на образование 41. На культуру 42. На здравоохранение. Пока 18. А с фомсами и лучше, потому что они добавляют уже половину, дают всех расходов. И только соцполитику, про которую мы так много говорим. Всего лишь 14 регионов сократили. Опять по-честному, потому что им перестали выплачивать после наводнения эти надбавки. Реально меньше семи. Почему-то уж выборы губернаторов были из САГС-собрания. Все еще впереди, все еще только начинается. Если с образованием, у меня есть вопрос к Ингушетии. А как при росте числа школьников вы рубите расходы на школьное образование? А есть вопрос по соцзащите в Брянской области. А как вы можете на 77% увеличивать соцспособие, если ваш губернатор так тяжело избирается? Но это частные вещи. А мы говорим о системных вещах. И системные вещи следующие. Сжатие основных социальных услуг не приведет к их замещению платными услугами в базовых сферах. Или приведет только по жизненно важным показаниям. Помирать будет, будете платить. Этот рынок не восполнит сжатия. Честно смотрим. Дальше. Следующий момент. Если мы понимаем, что нужна какая-то относительная... Она недолго. Она хотя бы среднесрочная стратегия выхода из кризиса. Как ведут себя регионы вот в этой распасовке? На что тратить? На чем экономить? Расскажем. По 10 месяцам 2015 года. Около 25 регионов, забив на все, продолжают наращивать социальные расходы. А как-нибудь пойдем в Минфин, выпросим. А будет совсем плохо, там Белый дом поможет. Не знаем эти вас. Менее 10 рубят всю социалку. Абсолютно. Практически все индикаторы. Есть еще абсолютно отдельная группа умных, я их называю, но циничных. Это те, кто четко настроен на инвестопривлекательность и держат свои соцрасходы всегда в очень умеренном формате. Москва сейчас сводит к умеренному формату. Предыдущее место работы московского мэра Тюменская область всегда держала в умеренном формате. Нужны инвестрасходы, бюджет. Белгородская пока могла, Калининградская чуть-чуть могла, но это не важно. И это выбор осознанных властей, который длинный. Татарстан забыла. И это длинная игра, заканчивая. А если мы посмотрим на две трети регионов, кто в лес, кто по дрова. Поэтому мне кажется, сейчас для Министерства профильного самое главное время помочь. Не в том даже, какие приоритеты. Тут они сами будут решать. В методиках оценки нуждаемости. В попытках передать более современный опыт. В том, что многие пребывают в растерянности. И это был бы совершенно другой, более паритетный способ взаимоотношения федерального центра и регионов. В условиях, когда регионам все равно придется давать больше свободы. Но осознанной. Спасибо. 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 Спасибо.